Всем привет! Сегодня 12 августа. Вот так вот у нас выглядят горы. На улице 24,3 градуса. Все затянуто опять. Там вот просвет есть небольшой. Ночью был дождь. Вот так он в долине там все выгнул. На море, скорее всего, опять штормит. Поэтому мы сегодня опять отправляемся в путешествие. Так, ну что, мы сегодня едем изучать Волконские домены и водопады. У нас сегодня такая грандиозная программа. Сможем ли мы ее осуществить в один день? Нет. Даст ли нам погоду возможность. А то опять какие-то тучи собираются непонятные. Там и домены, и водопады. Чудо-красотка. Все хотим. И разрушенная крепость. Ну что, мы идем на остановку. Мы поедем на автобусе. Ну да, до Чудо-красотки удобно на автобусе выбирать. Ну, можно, конечно, на такси. Можно, конечно, на такси. В водопад можно было, конечно, поехать на такси. Но мы решили вам показать, как можно бюджетно съездить, не тратя большие деньги. Поэтому мы решили поехать на автобусе. Какой нам нужен автобус? Итак, 77, 74, 78, 79, 100, 70, 158. Так что автобусов достаточно много. Остановка, как называется, Чудо-красотка. Вышли мы на остановке, называется, Чудо-красотка. Ехали минут 10-15. Проезд стоит на 158 автобусе 37 рублей. Почему говорю именно на 158? Потому что на разных автобусах проезд может стоить по-разному. Так, мы вот перешли дорогу по пешеходному переходу. И сейчас будем искать маршрут, по которому нам надо идти, чтобы дойти до водопада. А вот, наверное, как раз и Казаки сейчас начинают подряд. Вот остановка называется Сауники-3. Ну, не знаю, она так и называется, Чудо-красотка. И пока что она Чудо-красотка, и... Главное, чтобы нас высадили там, где нам надо. Сейчас уточним на всякий случай у местных жителей, куда нам ток. Так, мы уточнили, сказали, надо вернуться назад и повернуть потом налево. А вот машина, наверное, здесь съезжает. То есть, еще проще, перешли дорогу и сразу направо. И потом завернули налево. Тут оживленная трасса, тропинка, тротуар. На пешеходах узкий. Так. Так. Так, мы подошли к Арке такой вот. Видите, написано, Чудо-красотка, ущелье-водопад. Встречает наш медведь. Тут все в зелени утопает. Так, тут есть где перекусить, пожалуйста. Шашлыки жарят. Пиво там продают. Так, а вот мы подходим к логову Бабы-Яги. Сейчас мы заглянем. Такая арка каменная. И кто нас встречает? Нас встречает Бабы-Яга. С котом. Глаза у нее такие хитрые. Так и хочет заманить к себе в избушку на курьих ножках. Здесь вот сделано все по кругу. Такое ощущение, как будто это раньше был жертвенник, где приносили жертвоприношение. Если посмотреть наше видео про Кемерово, там есть про Манси. Напоминает мне что-то вот этот круг. Такой же вот жертвенник. Так, здесь вот ступеньки каменные, так что после дождя нужно быть аккуратным. Иметь хорошую обувь, которая не скользит. Так, стрелка-вотопад. Здесь вот сувениры. На обратном пути мы зайдем, посмотрим. И мы вот подошли к кассе. Так, здесь же есть схема водопада. Так, вот схема. Билет стоит 200 рублей. Протяженность 550 метров. Мы пошли. Как понимаю, сейчас мы будем преодолевать различные преграды. В том числе здесь вот протекала речка. Хотя идут дожди, но вид на ней не особо обильный. Речка еще течет так. Не очень разлилась. Так, а мы поднимаемся наверх. Ступеньки сделаны из камешек. Перивы есть, но они шатаются. Так, нам надо забраться туда наверх. Тут мосточек. Мосточек. Здесь такая тишина. Дальше слышно анжурчане речки. Так, лестница деревянная. Скользкая. Мы поехали вот как раз ночью. Прошел дождик. Прошел дождик. Что-то мне кажется, тут дорога наверное другая какая-то есть. Есть после подъема вот есть лестница, где можно передохнуть. Так, теперь нам предстоит спуск вниз. Дальше. 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 Да, и хотя тут щебенка, но попадаются участки, где грязь. вот тут летают комарики. сейчас потому что сыро они видно опять расплодились так лестница вниз деревянная скользкая после дождя аккуратно вы тут грязь вот как раз надо держаться света поехал шлепка хотела и говорила девай кроссовки она не захотела я в кроссовках но кроссовки есть разные так что над с рифленой подошвой так мы продолжаем свой спуск что-то мы кажется поднимались меньше чем спускаемся так здесь период заканчиваются когда что что держаться и так аккуратно стараюсь так здесь вот особо надо аккуратно так здесь вот опять лестница есть если честно уже весь взмок так тут поваленные деревья спиленные вид на упал дерево так а тут куда нам вот мы пришли и непонятно куда нам идти сейчас мы определим так мы решили подниматься выше внизу течет речка так здесь снова мост так мы куда-то вот вышли уже там указатель впереди я вижу ух ты все видно сошел сель что тут все обрушилась так вот водопад прохватный 300 метров в горку ну значит так видно мы один пропустили что ли водопад надо было вниз спускаться ну сейчас мы тогда дойдем до конечной потом пойдем до следующего водопада вот так вот выглядит тут все рухнуло так вот водопад красотка 50 метров показывает но он туда показывает а тот туда так мы идем тогда красотки вот зарубка даже стоит красный обозначает да хоть стрелочки появились тишина спокойствую умиротворение сейчас туристов нету кроме нас никого так здесь вот такой мост деревянный надо аккуратно то доски кто знает гнилые или нет сами понимаете вот журчит наверно плодопада вода так мы забираемся еще так вот здесь даже предупреждение осторожник камнепад так что будьте все осторожны надо брать с собой каску если она есть вот тут завалы вот такой журчит так здесь опять камни пошли надо быть аккуратным так пробираемся так вопрос как туда подойти так вот он водопад сам попробуем так вот вот так тут очень скользко так ну вот так вот выглядит водопад чудо красотка и вот у нас очень красиво вода холодная прохладная хорошо так ну что мы начинаем свой путь ко второму водопаду здесь надо быть всегда осторожным особенно после дождей все очень скользко так мы идем чуть назад здесь вот тоже речка вернее вода течет я вот например была уверена что водопад чудо красотка называется от того что красивые воздопады да вот первая ассоциация возникает оказывается нет название уходит глубоко корнями в историю 1872 году окрестные земли купил афанасий соляник краса по сути он здесь был одним из первых жителей следствие он основал здесь хозяйство чудо кроссовка но прогремела революция в начале 20 века земли отошли государству и тогда непонятное название чудо кроссовка большевики поменяли на более благозвучное более понятно это чудо красотка и присвоили название именно протекающие речки которую как раз мы переходим а поселок который изначально афанасий соляник краса основал уже назвали солянник потом эту землю активно начали заселять греки которые добились переименования поселения в более мелы греческому уху название солонники вот так вот кстати еще очень важная информация для лиц страдающих слабым вестибулярным аппаратом коим отношусь и я ну что наверх пойдем значит если поедете на автобусе на автобусе попался небольшой ну попадались небольшие участки с серпантином в принципе меня не укачало но тем не менее имейте это в виду теперь мы продолжаем дальше наш путь опять поднимаемся наверх лестница кстати скользкая какая-то под наклоном ступеньки ближе к солнышку выбираемся из ущелья так мы продолжаем свой путь дальше все выше и выше мы тут уже полпути прошли сейчас хоть нормальная лестница началась высоко поднялись так теперь будет спуск что ли горный перевал так ребят я отключаюсь потому что тут или за перила держаться или камеру держать вон туда вниз сейчас будем спускаться какая тут дорога вы уже я думаю представление имеете я думаю спуск такой же да дорога после дождя очень скользкая поэтому всегда все говорят что после дождя надо дать время чтоб тропинки подсохли нельзя ездить ни в дождь ни после ой но какая ой свалилась сейчас я ее обратно положу такие вот тут вот ползают здоровые ну давай держись господи так значит чтоб дорожки обязательно подсохли потому что да очень скользко но так как у нас тут на протяжении всего нашего отпуска обещают дожди у нас просто нет другого выхода и нет времени сидеть у моря ждать погоды поэтому пришлось на свой страх и риск все-таки поехать конечно здорово спасают ограждение такие вот перилы как видите тут уже были перилы видно сгнили вторые построили ну хоть деньги впрок идут за парком следят так подходим слышу шум вот 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 ага то есть мы по этой дороге вышли к тому же водопаду сейчас я поднимусь наверх посмотрю что там вот водопад который мы вам показывали снизу вот он так выглядит сверху то есть тут прям каскадами он падает и вот он бежит туда вниз он он это Летает. Ну все, поднимаюсь наверх. Перепадами лежит. Кстати, дорожки довольно-таки узкие, поэтому когда тут нашествие людей, наверное, даже очереди придется постоять, потому что пока кто-то поднимется, кто-то спустится, многим вот именно надо заперело держаться, потому что ступеньки даже, я думаю, в сухую погоду все-таки. Так что планируйте свою поездку, в какое время вам лучше сюда приехать. Вот здесь вот уже не видно водопада, деревья скрывают. Ну ладно, возвращаюсь обратно. Уже назад путь снимать не буду, потому что тут или дорогу снимать, или себя держать. Я лучше буду держать себя. Ну все, благополучно я спустилась, и мы продолжаем путь дальше. Маленько подзапутались мы в этих водопадах, потому что я-то все-таки предполагала, что это два разных водопада. Вот у меня сложилось мнение, что вот я наверх поднималась, да, это водопад прохладный, и он плавно перетекает в чудо-красотку, то есть в ласковый. То есть как бы один водопад разделен на два, что ли, я не понимаю. Может так и быть. Потому что дорога, да, вот указывает в одном направлении, но извините, там река-то не может разветвляться, и приходим в одну точку. Ну, вспомни, мы ездили в Калеж, там два водопада, также один сверху одно название, а внизу уже другое название. А, ну все. Может здесь тоже так же. Все, тогда я поняла. То есть вот как бы один огромный водопад, но разделяется на два. Наверху прохладный, внизу ласковый. Хотя по внешнему виду совсем не ласковый, так это с таким обрушивается туда. Тут по трассе есть, конечно, еще и третий водопад, называется Мираж. Но то ли туда дорогу никак не обустроят. В общем, он закрыт для обзора, поэтому название очень вполне себе говорящее. Мираж. Так вот здесь стоят такие ковушки, и к ним подвязаны деревья. Ну, кустики, по крайней мере, пока растут. Так, ну а мы идем той же дорогой, возвращаемся. Особо одаренные у нас туристы вот оставляют на память надписи. А самое главное, все 21-21, ты смотри. Да, и в основном все 21-й год. А, наверное, свежий только, с любыми. Сейчас мы все-таки уточнили у Красира по поводу третьего водопада, Мираж. На самом ли деле нельзя ли туда пройти. Да, она подтвердила, что там его засыпало. В общем, дорога не оборудована. Там то ли размыл. Обвал. Ну, да, в общем, на самом деле, третий водопад так и остается Миражом. Ну, вот и закончилось наше путешествие к водопадам Чудо-красотки. Сейчас мы возвращаемся на остановку и едем на Волконку, к Волконскому домену. Спасибо.